Моя тема актуальна. В связи с тем, что экономика активно развивается и уделение глобализации и экономической интеграции, нельзя ни одного не представить крупного предприятия, которое не было бы увлечено в сферу государственной торговли. Цель моей выпускной актуальной работы – исследование особенностей ее функционирования и для разработки путей решения проблем, связанных с ее осуществлением в Республике Пашкортосан. Задачи, поставленные в работе – рассмотреть теоретически основную правовую базу осуществления международной торговли, изучить особенности организации управления внешнеэкономической деятельности на предприятиях, изучить практику осуществления международной торговли на предприятиях, проанализировать характеристики внешнеэкономической деятельности этого предприятия, изучить особенности осуществления индивидуальных операций данного предприятия, любить проблему осуществления международной торговли Республики Пашкортостан и ее путей решения и разработать рекомендации по повышению эффективности внешнеэкономической деятельности Республики Пашкортостан. Международная торговля – это свободные действия участников торгового процесса разных стран направленных к осуществлению торгового обмена. Сразу все касаются. Не надо преподавателям объяснять, что такое международная торговля, ребята. Вот теоретически эти вещи… Зачем? Вы будете объяснять преподавателям, которые вас учили, что это такое? Вы работу свою представляете, а прописные истины как бы о нем известны. Это сразу всем замечание. Не надо эти вещи объяснять, не смешите. Конечно. К тому же преподавателям другое мнение по поводу того, что так не узнают о торговле. Комплекс действий при проведении торговли заключается в исследовании между рынком интересующих контрагентов товаров, производства, рекламы, организации деятельности собственной бытовой сети, взаимодействие с торговыми посредниками, разработка коммерческих предложений и запросов, переговоры, заключение межторговых контрактов, вспомогательных договоров и исполнения договоров. В нашем времени актуальное развитие экономики Российской Федерации подразумевает бурный прогресс внешнеэкономической деятельности на уровне коммерческих предприятий и организаций. Это было влипло создание открытого акционерного общества «Перега Суфа». В 2004 году компания специализируется на поставках офисной мебели, оборудования для препятствий общественного питания, также школьной мебели, мебели ключевых, аудитории и гостиничной мебели. В 2004 году компания открыла свою первую мебельную салонку в продаже офисной мебели и в 2011 году запустила свой первый интернет-магазин. О масштабе деятельности Офеля Суфа можно судить по отчету о прибыльных убытках. Организационная структура Офеля Суфа характеризуется как линейно-функциональная. Линейно-функциональные звенья принимают решения. Функциональные подразделения формируют и помогают линейным руководителям разработать конкретных вопросов. В готовке соответствующих решений программ планов принятия конкретных решений. Благодаря походному опыту, слаженной работе коллектива и руководствующих став став, компания Офеля Суфа имеет широкий спектр деятельности в сфере импорта мебели. Организация имеет множество зарубежных партнеров, посовщиков и производителей из Италии, Германии, Бельгии, Польши и Кеннер. На данный момент опыт компании может сопроводить сделки по импорту любого товара из-за рубежа. За последние 5 лет внешний торговый оборот средств Офеля Суфа вырос почти на 2 млн долларов. Как видно из рисунка, компания успешно преодолела кризис 2009 года. На 2013 год лишь торговый оборот средств Офеля Суфа составил 5,7 млн долларов. И по прогнозу в следующем году будет рост торгового оборота до 15%. Я считаю необходимым осуществлять внешнекоммерческую деятельность Офеля Суфа по следующему направлению. Это импорт товаров из Китая, увеличение импорт товаров из Китая. Именно то мебель, которая производится в России, придается по нарушенным ценам. Так что незанятой нишей отдается производство и продаж мебели по индивидуальным заказам. Создание организации представительства производителей Китая – это второй комплекс мер. Получение права представительства от производителей – это огромный трус. Для предприятий, так как при таком расстате, производители из визитационного насрочного перспектива зачастую предлагают более выгодные условия. К тому же организации представителей задают огромное прямосконечное пользование. Так как это техническая поддержка, вороте и на обслуживание, поддержка с действующими и спасными частями. Далее я предлагаю создать собственный бренд для офферекс УФА, нишу выбрать исходя из наиболее активных товаров в будущем. И именно в этот бренд заказать производство такого товара у китайских производителей. Преимущество такого ухода огромное, так как компания уже будет продвигать не тот товар, который под своим именем. К тому же характеристики этого товара будут максимально соответствовать заданным параметрам в нашей стране. Далее. Проблема совершенствования ВЭД в Республике Пашкортостан и пути их решения. Благоприятными факторами во внешнеэкономической деятельности Республики Пашкортостан являются Суверенитет Республики по широкому кругу ВЭ, политическая и социально-экономическая стабильность, Наличие концепции развития внешнеэкономических связей в Республике, относительно богатые природные ресурсы благоприятные для внешнеэкономических отношений структуры Республиканского хозяйственного комплекса, обладающими значительным экспортным потенциалом и широкими потенциальными возможностями привлечения роковных инвестиций в различных формах. Неблагоприятные факторы и трудности в развитии внешнеэкономической деятельности Республики Это слабая ориентация предприятий на внешний рынок, и экспортный потенциал Республики носит к сожалению ц lastly его карап .. Недокдувают tightropeю цернил짝 структуры торговли, Недостаток специалистов в области внешнеэкономической деятельности Также Республика Башкортостана удалена географически от внешних экономических партнеров, и это ведет к большим издержкам при транспортных расходах, и высокую конкурентоспособность продукции в большинстве народного хозяйства на внешних рынках вследствие высокой себестоимости. Основные перспективные направления для повышения экспорта потенциальной Республики Башкортостан — это расширение науклатуры и увеличение объема экспорта товаров и услуг, постепенное изменение структуры экстракта за счет увеличения доли готовых наукрон наукорьеhetto продукции и снижение отделка инвеса в социальных наседем получениях, повышение конкурентоспособности продукции, производительного в республике, повышение качества снижения себестоимости товаров и услуг, повышение качественной инспекции Toymencap comp товаров, в соответствии с международными стандартами страхования и экспорта, и создание условий для производования экспортно-ориентированных предприятий. Для повышения эффективности экспортно-импортных операций большое значение имеет поиск новых способов организации в грузопотоках. В этой связи в число основных задач относится расширение географии регионов пассажирских и грузовых международных авиарейсов, развитие международных автомобильных перевозок, до его участия в расширении строительства складских помещений, терминалов, оптимизация грузопотоков в экспортно-импортной продукции. Все, извините. Смотрел это. Знаешь, замечание? Уверен. Мне кажется, что как минимум надо фонт именять опять. Ну, это да. Там травма. Очень травма. Как я не возгла травма, на самом деле, скучная. То есть, повеселее. Сначала слайдик выключить, пожалуйста. Ну, во-первых, вот это все, что вы прям берете с титульного листа абсолютно не надо. В названии выпускной инфляционной работы и, значит, автор. Вот это все, шапку убираете, кафедры и прочее. Понятно, откуда она идет. Просто название работы и автора вполне достаточно. Автор и вот эта вот часть. Вот две части. Остаете название и прочее. Достаточно. В крупном букве это делаете. Кто выполнил? Ну, дальше. Актуально собраны темы. Цель, цель. Так, подождите. Актуально. Здесь где-то. Так. Актуально собраны темы. Вот, Маш, смотрю у тебя исследования особенностей. Там международной торговли, да, и так далее. Это первая цель, да? Дальше для разработки путей решения. Так стоит задача в исследовании особенностей осуществления импортных операций, по закупке областной мебели и так далее, и так далее, да? Вот, как-то... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова